Книга Овер де Линда, древняя рукопись, обнаруженная в Нидерландах в 1867 году. Рукопись была написана с 558 граммов, до нашей эры несколькими авторами. В некоторых главах описаны эпизоды европейской истории, датируемые 2194 годом до нашей эры, то есть 4200 лет назад. Оке, сын мой, ты должен сохранить эти книги душой и телом. В них содержится история всего нашего народа, а также наших предков. В прошлом году я спас их во время потопа, как и тебя, и твою мать, но они намокли, и поэтому начали погибать. Чтобы не потерять их, я переписал их на иностранную бумагу. В случае, если вы их унаследуете, вы должны переписать их. И ваши дети тоже должны это сделать, чтобы они никогда не были потеряны. Написано в Люверте в 3449 году после затопления Атланда, то есть, по христианскому летоисчислению, в 1256 году. Фида, по фамилии Овер де Линда. Возлюбленные преемники, ради наших дорогих предков и нашей дорогой свободы, я тысячу раз прошу вас никогда не позволять глазам монахов смотреть на эти труды. Они очень коварны и уничтожают из-под тишка все, что касается нас, фризов, чтобы получить богатые. Благо, они вступают в сговор с иностранными королями, которые знают, что мы их самые большие враги, потому что осмеливаемся говорить их народу о свободе, правах и обязанностях принцев. Поэтому они стремятся уничтожить все, что мы получили от наших предков, и все, что осталось от наших старых обычаев, ученые и историки, нигде не упоминают об этом историческом труде, и это понятно. Поскольку эта рукопись разрушает всю созданную столетиями ложную историю человечества. Был один независимый исследователь, Алевиндж. Раубин Хаймер, который изучил эту рукопись и опубликовал книгу под названием «Выжившая после великого цунами», в кратком описании книги написано. «Выжившая после великого цунами» – это фактически рассказ о забытой западноевропейской цивилизации ранней античности. Эта империя, существовавшая более четырех тысяч лет назад, неизвестна историкам или отрицается ими до сих пор. В 1867 году в Нидерландах был обнаружен древний манускрипт, который лингвисты и историки объявили поделкой. В результате сравнения этой рукописи с многочисленными авторами древности, а также с данными современных наук, таких как археология, полиоклиматология, лингвистика и океанография, было установлено, что Рукопись во всех случаях соответствует действительности. Розетский камень Европы был найден. Читатель отправляется в путешествие, чтобы изучить воспоминания мужчин и женщин из Западной Европы, которые пережили самую большую катастрофу в истории человечества. Катастрофу, которая унесла жизни миллионов людей и стала известна, как «Ноев потоп». В рукописи отражены приключения этих людей, когда они вели за собой других выживших после катастрофы в Железный век. Первопроходцы с западного побережья Европы основали древние цивилизации от Греции до Персии. Они познакомили мир с углеродистой сталью, боевыми колесницами, кавалерийскими зарядами, астрономией и математикой. Они подарили человеку греческий алфавит, индо-арабские цифры, демократию, свободное предпринимательство и монотеизм. Четыре тысячи лет назад они попробовали свои силы в контроле над вооружениями и охране природы. Автор приводит карты и спутниковые снимки этой забытой цивилизации, территория которой была больше территории Европейского Союза. Читателю также представлены древние карты и неопровержимые фотографические свидетельства обитаемой Земли размером с Великобританию, которая сегодня лежит более чем на тысячу метров ниже холодных вод Северной Атлантики, хорошо обоснованные. Разоблачения в книге, выжившая после великого цунами, показывают, что до сих пор принятая европейская, азиатская и мировая история была серьезно скомпрометирована в прошлом. Слишком долго историки и другие отрицали ключевую роль, которую Западная Европа сыграла в древности, их наследие неисчислимо. К сожалению, автор этого исследования уже умер, а ученым нет никакого дела ни до первоисточника, ни до книги этого исследователя, не говоря уже о том, что обычные люди и вовсе не знают о существовании данных рукописи и книги. Краткое описание, выжившее после великого цунами. Предисловие в предисловии дается общий обзор известных цивилизаций в Европе и вокруг Средиземноморья в древности. В нем освещаются некоторые вопросы без ответов и несоответствия в принятых теориях путешествия человека от каменного и бронзового веков к Железному веку. Глава 1 «Плохие времена» в главе 1 рассматриваются научные и исторические свидетельства катаклизмической катастрофы, которая опустошила Землю в 2193 году до н.э. около 4200 лет назад. Это событие было настолько серьезным, что вызвало одновременный крах Старого Царства в Египте, Империи Акад в Месопотамии, Харабской цивилизации в Индии, культуры Хангсан в Китае и Фрианской Федерации в Европе, кроме. Европейской цивилизации все они были датированы и подтверждены современными методами датировки. Эта информация была недоступна в XIX веке, когда эта история была впервые подхвачена. Древняя и противоречивая книга, обнаруженная в 1867 году в Нидерландах, дает очень наглядное описание этого события и его влияния на Европу. В книге, которая стала известна как книга Уэра Линда, описывается развитая морская цивилизация, существовавшая в Западной Европе в то время. Выводы современных ученых в области археологии, климатологии, океанографии сравниваются с утверждениями книги Уэра Линда, а также ряда других писаний древности. Представлена наиболее вероятная причина катастрофы, основанная на исследованиях конца XX и начала XXI века. Полученные результаты не только доказывают события и его катастрофические последствия, вне всяких сомнений, но и подтверждают подлинность книги Уэра Линда. Глава 2 «Федерация Фраян» в главе 2 рассматривается описание в книге Уэра Линда их доселе неизвестной цивилизации в Западной Европе. Их географическое положение, социально-политическое устройство, религия и уровень развития Железного века описываются и сравниваются с древними писцами из Греции. Сравнение и анализ показывают. Поразительные результаты. В книге подробно объясняется происхождение греческого алфавита, индоарабских цифр, 24-часового дня, демократии, свободного предпринимательства и монотеизма. Фактически, за исключением технологии, их общество и культура были на одном уровне с современной западной цивилизацией. До сих пор историки и археологи считали, что Европу населяли неолитики каменного века, в то время как на самом деле это была самая развитая цивилизация на Земле. Глава 3. Наследие изгоев после глобальной катастрофы, 2193 года до н.э. Выжившие жители Центральной Азии и Дальнего Востока мигрировали в Европу и Скандинавию. Это неизбежно привело их к конфликту с жителями Европы. Изложение книги Уэра Линда сравнивается с современными и лингвистическими теориями, а также с многочисленными писаниями древности. В каждом случае утверждения книги подтверждаются фактами. Рассказывается о некоторых очень увлекательных происшествиях. В главе подробно описываются события, приведшие к основанию Тира, Марселя, Афин и Рима. Здесь также объясняется происхождение кельтов, галлов и финикийцев. Продвижение финикийцев к морскому господству в Средиземноморье, а также возникновение династии гексосов в Нижнем Египте приписывается мигрантам из Западной Европы. Глава 4 цивилизации, глава 4, описывает основания и первые годы существования Афин и эллинской цивилизации беженцами из современных Норвегии, Дании и Нидерландов с 1628 года до нашей эры, по примерно 1556 год до Эн. В ней показано, что демократия не была греческим изобретением, а зародилась в Западной Европе. В книге рассказывается об основании среднеменойской цивилизации на острове Крит, а также о происхождении загадочного морского народа, с которым мы сталкиваемся в истории Египта и который оказал столь глубокое влияние на последующие события в Турции и Анатолии, Малая Азия. Минойская цивилизация была открыта только в 20 веке. Особо упоминаются варвары или носители языка барбар. Предполагается, что именно они были носителями цивилизации. Греки и спартанцы, с другой стороны, были дикарями. Александр Македонский не распространял цивилизацию, а разрушил передовые империи Фригии и Персии. Если уж на то пошло, он уничтожил цивилизацию, в отличие от предвзятых рассказов древнегреческих историков. Опять же, каждое утверждение подтверждается современными открытиями и многочисленными писаниями древности. Глава 5. Изгнание примерно в 1556 году до нашей эры в Афинах вспыхнуло. Восстание. Часть первоначальных основателей была изгнана и бежала в Индию. В тот же период, примерно в 1525 году до нашей эры. Династия гексосов в Нижнем Египте пришла к упадку и была вынуждена бежать в Палестину, где обосновалась в Иерусалиме и его окрестностях. Изгнание гексосов из Дельты Нила приписывают экономической политике библейского фараона, вице-фараона Иосифа. Эти события совпали с мощным извержением вулкана Тера на островах Санторини. В главе рассказывается о взаимодействии между фризами, евреями, гексосами, египтянами и филистимленами, а также о том, как еврейская и египетская религия была впервые представлена и подверглась влиянию монотеистов из Западной Европы. Глава 6. Пинджаб, беженцы из Афин, под предводительством Герта, стали известны как гертманы и поселились в Пинджабе на территории современного Пакистана. Со временем они мигрировали на Запад и основали Персидскую империю. Представлены неоспоримые и поразительные доказательства того, что они были арийцами и богами в Рик-Веде, священном писании индуизма. Их влияние на зороастризм, древнюю религию Ирана и Персии, хорошо документировано. В этой главе показано, что современные лингвистические. Теория неверна и что термин «индоевропейский» не имеет под собой никаких оснований. Естественные мумифицированные тела кавказцев, найденные в бассейне Тарима в Западном Китае в 1980-х годах и датированные примерно 1500 годом до н.э., подтверждают утверждение книги Оэра Линда о том, что они поселились в этом регионе в это же время. Как и все предыдущие упомянутые цивилизации, эти первопроходцы из Западной Европы вывели Южную и Юго-Западную Азию и Ближний Восток из Каменного и Бронзового веков в Железный век. Они принесли в регион грамотность, бумагу, демократию, кавалерийские наскоки и войну на колесницах. Через 1200 лет после того, как гертманы поселились в Пинджабе, их остаток вернулся с армиями Александра Македонского в Средиземноморье. Они были вовлечены в борьбу за власть, развернувшуюся после смерти Александра, и сыграли важную роль в уничтожении военно-морского господства Египта. Они также уничтожили несколько греческих судов и разгромили Финикийский флот в морском сражении. После своих подвигов в Восточном Средиземноморье они вернулись в Западную Европу около 303 года до н.э. Западное побережье Европы было разрушено двумя годами ранее мощными цунами. Океанографические исследования показывают, что Восточное. Побережье Северной Америки в то время постигло та же участь. Известные ученые в области космического воздействия, такие как доктор Даллас Эббот, предполагают, что крупное столкновение произошло в Северной Атлантике примерно в 300 году до н.э. В оставшейся части главы описывается заселение Дании и Нидерландов. В ней рассказывается о наступлении эпохи викингов и германцев, а также о событиях и политике, которые привели к окончательной гибели этой Западноевропейской империи. Глава 8. Фрисландия. В этой главе рассматриваются утверждения книги Оэра Линда о том, что их старые земли, Атлант, располагались где-то к западу от Европы и исчезли под волнами в 2193 году до н.э. Рассматривается карта, которая якобы датируется 1400 годом н.э. и которая впоследствии также была объявлена историками мистификацией. На карте изображена населенная земля размером с Великобританию к северо-западу от Шотландии. Наложив карту на спутниковые снимки и контурные линии дна океана в Северной Атлантике, было установлено, что карта точно соответствует топографии, которая залегает на глубине более тысячи метров. Автор выдвигает вероятное геологическое объяснение того, что стало причиной затопления Фрисландии. Обнаружение этой затопленной земли С. Ее городами и поселениями вполне может оказаться одной из самых удивительных археологических находок за последние столетия, если не тысячелетия. Видные ученые, геологи Южной Африки согласились с открытием и выводами автора. Глава 9 «Отпечатки ног», доказав, что книга Уэра Линда является достоверным историческим документом. Описание их федерации и цитаделей сравнивается со спутниковыми снимками ряда городов и поселений по всей Европе. Результаты точно совпадают с описанием в книге Уэра Линда и доказывают, что возраст некоторых европейских городов превышает 4 тысячи лет. Фактически, они значительно старше Афин, Рима и Иерусалима. В заключении в последней главе обобщены доказательства, собранные в ходе исследования, и сделан вывод о том, что книга Уэра Линда является достоверным историческим отчетом. Возможно, самое важное доказательство в старом манускрипте содержится в описании их Земли до катастрофы 2193 года до нашей эры. Нигде нет намека на космическое воздействие, кроме четырех маленьких незаметных слов. Перед катастрофой Солнце поднялось выше. Это неоспоримое доказательство того, что земная. Ось была наклонена в результате удара. Даже самый лучший фальсификатор 19 века не смог бы предвидеть подавляющее свидетельство 21 века нашей эры о столкновении массивного астероида с Землей в 2193 году до нашей эры. Автор утверждает, что существование развитой цивилизации в Европе в период раннего Голоцена теперь является доказанным фактом. Книга Овер де Линда